Доброго времени суток! Ну и как мы видим, только что завершилась поножовщина на Инферно и ее также выиграли шведы. Очень неприятно, наверное, для Hellraiser. Придется начинать в атаке на Инферно. Ну и остается надеяться на лучшее. Все-таки боролись Ашеры, пытались цепляться за первую карту. Ну и будем надеяться, примерно в таком же темпе пойдет Инферно. То есть борьба раунд в раунд, хорошие камбэки, были стрики по 7 раундов и качели, и хороший даже эйс показал нам Адам Фрайберг. Ну, в общем, первая карта была довольно приятной. Посмотрим, что же будет на второй. Напоминаю, что на связи студия Старладер, Кван и ссылочку на мой паблик можете найти снизу экрана. Буду благодарен за подписочку. Можете залетать. Я иногда даже днем стримлю ММчики. Вот такие вот расклады. Пожелаем командам удачи. Ну и начинается уже основной период времени. NIP Defense, Hellraiser's Attack. И погнали первые пистолеты. Что мы видим у Ашер? Летненькие арморчики, которые уже мы видим пробиты экзистом. Есть первый минус. При этом, кстати, спалили всю эту аркаду через мидл шведы. Но, несмотря на это, продолжается активный врыв. Форест, по факту, последний в песках. Есть попадание. Второго не смог проконтролить. Детрайт выходит в спину. Видит две спины. Но как их убить? Как их тут подрешить? Это никому неизвестно. Адам Фрайберг продолжает потеть. Гетрайт Рейлен. И поэтому инициативу перехватывает Фрайберг. Но два в песках. Такая позиция приятная. Вот инферные пески, ребята. Это действительно имба. А по картам 1-0. Впереди команда NIP. Я только что говорил. 16-13. Они выиграли оверпасс. Вот такие расклады. И мы готовы продолжать бой. Сразу очень много фармганов. А шеры после, наверное, жестких таких пистолетов. Сами не ожидали, что прям залетит этот мидл. Довольно простая стратегия. 5 мид. Но, тем не менее, она себя оправдала. Две УЗИшки. Тут же мы видим МП-7 в руках у Оскара. Есть Галин, Стикуа. Ну, а Симпл вообще решил с ЦЗ-шкой бегать. Что, в принципе, довольно интересное решение. Молотов по Гитрайта. При этом Молотов дэмэджи никакого не наносит. Начинает тут откидываться смоками шведы. Симпл, кстати, уже реализовал свой пистолет. Пулемет. Сделал опенфраг по Гзисту. Ну, а Форест. Форест тут на охоте. Форест. Ай-яй-яй, Зевсом. До конца, до конца стоит. А-ха-ха-ха. Бомбанул по кучеру. Отличное попадание. Смотрим далее. Раунд 4 в 4. Элу. На балконе. Элу. Добирает рейлерного ангела. Ситуация снова ровненькая. Бомба в точке. Ну и, судя по всему, да. Два пленка за два раунда. Очень хороший показатель для Ашер. Кучер смеется. Наверное, я не ожидал такого Зевса в упоре. Ну и, в принципе, тут, судя по расстановке шведов, будет сейв. Да, китов нету. Есть два армора, флешки, диггл, CZ-57. То есть, в принципе, пистолеты ценные. Особенно с учетом того, что нужно делать сейчас. Full Echo. Команде NAP. Так, вот тут пишут какие-то проблемы с микрофоном. По идее, ничего не должно быть на самом деле. Плохого? Ну, не могу прочекать, не могу ничего сказать. Попытаюсь сейчас что-нибудь подмутить. Пока у шведов экономический раунд. Шейдеры. Ну, тут все, началось. Началась движуха. Убери то, включи то, переключи это. Все круто. Эхо, эхо. Подождите, может быть, эхо, потому что где-то запущен стрим. Ну, а вот тут проблема у нас сегодня была утром. Ну, как утром? Перед началом стрима. Что? В общем, долго рассказывать. Вы слышите игру, а я не слышу. Поэтому, пацаны, есть вот такие косяки. Стрим включен. Микрофон в порядке. Эхо в КС. Нет, не работает у меня стрим. Если только нет, на лаунже тоже не работает. Не знаю. Не знаю, пацаны, откуда эхо? А был ли звук КС в прошлом матче? Потому что мне кажется, что его не было. Хотя, может, и был. Да все норм, нормально. Ну и нормально, нормально. Все, короче. Смотрим КС. Не бы выиграли. Но вот пропустили раунд с Форсбайом от шведов. Из-за этого вашего эхо, не эхо, тихий звук. Ну, в общем, все. Все как всегда. Еще шипит сейчас. Напишут кто-нибудь. И начнется веселуха. Н.А.П. Пока что проигрывает на своем пике 2.1. Ну и вот, кстати, интересно, где Трайт продолжает с УЗИшкой гонять, которую выбил в прошлом. Да, УЗИшка Ангела. Но сейчас у него на банане будет довольно много гостей. Стиком. Прокидывает ХЕшку. Как мы видим, деф уже в меньшинстве. Ну и вот с девайсами снова неурядится. То есть кто-то с ТЭКом, кто-то с УЗИшкой, кто-то, например, как Чех Оскар вообще с ВП бегает. У него все замечательно. Ну, давайте смотреть, к чему все это приведет. Отпускает, мы видим, базу Б сейчас. Шведы. Ну, понятно, вчетвером всю плоскость карты идеально не законтролишь. Поэтому приходится расставлять приоритеты. Ну и ниндзи в пижамах решили контролить все-таки центр карты. Форест. Ой-ой-ой. Вроде бы начекал, но не хватило немного стрельбы. Хороший молотов под Гзиста. Ну и такое чувство, что на пике соперника Ашеры чувствуют себя очень комфортно. Инферно им по плечу. Гитрай. Тем не менее, разменялся на кучера. Видит второго. Это был Симплуха. Отвечает разменом Симпл. И Фрайберг остается в классе. Ситуация один в два. Ну, просто я был уверен, что он закроет Оскара. Поэтому сказал сразу один в два. Стиком. Очень мало ХП мы видим. Ой-ой-ой. Молотов по итогу в тюрьму. Не знаю, хотел он пробросить пески или туда целился. Но в любом случае залетает пачка из ямы. И счет становится 3-1. Не дали перехватить инициативу шведской команде. Ну а у нас на экранах очередной бай. В исполнении НИПОВ. То есть АВП, две МК, две СЗ. Ну а что у Ашер? Это четыре Калаша. И Калил в этот раз, конечно, без девайса для Оскара. Походу именно он исполняет роль сейчас мейн-снайпера в команде. Элу! Финская посылка залетела в мидл. Оскар получил порцию свинца. Ангел на длине. Тут же Гитрайт в упоре. В принципе, мы уже видели такую расстановку от НИПОВ в первой пистолетке. Фрайберг дает инфускату. Гитрайт накидывает смоук. Ну и судя по всему, после этого дыма будет уходить. Стико. Возвращается назад. Как мы видим, бомба все-таки оставалась все это время. Под вторым медлом. Ну и после откида смока. С шведскими игроками. Решили Ашер делать то, что получалось. А именно аркадить базу А. Но тут же есть Элу. Как мы видим, уже двойное убийство в его исполнении. Напоминаю, именно он штрафанул Оскара на первых секундах раунда. Ну и вот уже террористы 3 в 5. Конечно, выход под точку все еще можно осуществить. Потому что Хелфа из-под Б будет бежать очень долго. Но, ой. Ну, ой-ой-ой. Как работает Элу? Да, тут все зависит от Снайдера. Есть жесть. Есть жесть, ребяточки. Минус 5 от Фрайберга на первой карте. И минус 5 от финского АВП на второй. Красиво. Красиво играют команды. Ну и как мы видим, счет 3-2. Пишут два звука КСа. Ну, если два звука КСа, то это, по ходу, дело... Или проблема GoTV, или вот, может быть, в лучшем я сейчас подкручу. Ну, действительно, без режиссера еще когда я не слышу звук, это, конечно, вообще печально. Ну, вот так вот напишите. Это все подстроено, вот пишут. Не знаю, что там подстроено, но сейчас у команды HR серьезные проблемы, потому что деньги закончились, бомба уже давненечко не ставилась. Ну, и понятно, что в этом конкретно взятом раунде шансы на победу были очень-очень невысокими. Симпл. По итогу 1 увидел двоих в центре. Ждет аркады Банана. При этом доигрывает до конца Симплуха. Пытается хоть какие-то выбить девайсы, даже с префайером. Встречал Фрайберга, но все-таки шведский штурмовик оказался слишком тяжелой добычей. И счет 3-3. Форсбай тем временем в исполнении атаки. Вот так вот решили сейчас удивить оппонентов Ашеры. Элу. Центр карты. Абсолютно нет информации. Элу видит первого, решает не стреляться. Пассивная игра от шведов, это очень правильное решение. Бомба падает. Элу до конца. Гейминг, Стико Кучер, двойной размен. В яме все еще должен быть Форест. Нет, Форест в тюрьме. Его аркадят до конца. Но Форест! Как огрызается этот швед! Трипл килл. И несмотря на вроде бы жесткий врыв. Раунд все-таки проваливается. Хелл Рейзерс не удалось результативно форсануться. Ну и я так полагаю. Да, сейчас мы наконец-то увидим полные девайсы. Потому что было слито 3 раунда. Ну и тут, кстати, 5-4-3. То есть шведы толком даже и не проигрывали. Элу поменял позицию. Пошел все-таки на Банан работать с АВП. В медведь все-таки приелся. Ой-ой-ой, мог закрыть Ангела. Но слишком наглый действие. Но и тут Ангел не ожидал прям сверх агрессии. То есть откинул Смок. И казалось бы, что Банан закрыт. Но тем не менее, Финн работает на уверенности. Прям с прицелом шел. И в итоге сделал этот минус. Форест на расслабончике пропрыгивает пока что. Здесь есть минус по Оскару. Всякл-пал команды Нэпи мы видим. Уже есть КТ. Выходит под арку. У Ашер уже есть 3 раунда в атаке. Но им нужно целиться хотя бы к пятерочке. Симпл. Подползает, как мы видим, через Банан. Но Эллу! Что-то на Инферно прям залетает. Залетает у Фина. И все очень-очень бодро. Так, пацаны. Всем, кто пишет в чате тройной звук и эхо, с хорошей новостью скоро все пофиксится. По идее. Ну а тем временем у нас 5-3. Ну, ко второму матчу вообще все будет песня-сказка. Потому что мы видим у Ашер пока очень плохи дела в атаке на Инферно. При том, что они еще и первую карту слили. То, возможно, мы здесь станем свидетелями счета 2-0. И действительно вылета команда HellRaisers из чемпионата Фрагбайт Мастерс. Так как тут у нас никакой групповой этап, никаких вторых шансов. Все, одно БО-3. Вылетел сетка сингл. До свидания. И действительно, отдав свой пик, отдав оверпасс, тут просыпаться уже сложно. Ну вот Оскар просто смотрит в стенку. Возможно, это какой-то тимток для HellRaisers. Они взяли, конечно, 3 раунда. Но действительно хотелось бы, наверное, 5-6 сейчас тащить Ашерчиком. Тем временем Нипы без напряга берут шестерку. Мы видим по 10-11 тысяч уже на счетах у шведской команды. И проблем с экономикой пока у них нет. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok